Что будет с долларом? Очень многие люди у нас, в общем, привыкли, что как только какие-то проблемы возникают, а возникает проблема, это инфляция высокая, рост цен и так далее, надо защитить свои деньги, и многие думают, что надо бы купить доллары. И так всегда было на протяжении последних лет 30-40, что надо покупать. Последняя вот новейшая история. В любой ситуации надо покупать доллары. Сейчас, после начала специальной военной операции, доллар вырос сразу очень сильно, там 100 с лишним рублей был, и надо отдать должное Центробанку. Центробанк предпринял такие очень резкие и жесткие меры, которые привели к стабилизации курса доллара, и доллар сейчас опускается вниз, значит, уже 83,5 рубля за доллар, и люди задают вопрос, надо ли брать сейчас доллар. Так вот, друзья мои, тот курс, который доллара, который есть сейчас, 83,5, ну, он может быть абсолютно любым теперь, потому что это нарисованный курс, он ничего общего с долларом не имеет. Почему? Потому что вы можете купить этот доллар на бирже, то есть, как бы, зафиксировать эту цену, но, во-первых, когда вы покупаете доллар, почему он такой низкий? Потому что сейчас введена комиссия 12% за покупку доллара, то есть, если мы 82 умножим на 1,12, то получается уже ближе к 100. Вот, то есть, вы купите, вы заплатите за каждый доллар не 83,5, а с учетом комиссии у вас возьмут денег 96 рублей за доллар, но при этом доллары вы в виде наличных снять не сможете. Вот так, то есть, вы их держите и все, вот они у вас. Вы их даже, может быть, сможете перевести в банк, ну, в банк вы их перевели дальше, а дальше с банка вы снять их не можете, в принципе, потому что банк вам выдаст доллары, если вы попытаетесь их снять, он выдаст их в рублях по своему очень-очень любопытному курсу, который вас немножечко удивит и расстроит. То есть, ну, это будет совсем не тот курс, который вам бы хотелось. Эти доллары вы не сможете никуда потратить, ну, разве что перевести за какие-то услуги за границу, теоретически это возможно сейчас, хотя свифт отключен, я не знаю, как вы это сделаете. Вот, ну, говорят, что переводы еще какие-то и как-то можно сделать. Ну, в общем, доллар полностью сейчас оторван от жизни, где долларизация прошла уже вот капитально, и поэтому, если вы хотите сохранить деньги и купить валюту, то я вам советую покупать не доллар. Вчера я был на, что там было по телеграмму, коллективный чат, такой вот, вот открытие брокер, и там как раз про альтернативные валюты рассказывали, и они говорят, что вот эта комиссия 12%, она введена на доллар, евро, фунт. У нас есть еще швейцарские франки торгуются на бирже, торгуются юанью, очень долго, так сказать, рассказывали про юанью, и индийскую рупию тоже, вот, турецкую лиру там можно купить, вот, и на них не распространяется вот эта 12% комиссия, ну, в частности, на юанью. Курс юаня очень стабильный к доллару, и поэтому, если уж вы хотите купить доллары, покупайте юаня. Вы не заплатите такую бешеную комиссию, и юаня вы сможете продать, и, в принципе, защитить таким образом свои сбережения от инфляции. Сможете ли вы снять юаня в банке, я не знаю, вероятно, сможете, но здесь надо смотреть. Вот, ну, а я рекомендовал всем покупать золото, именно металлическое, что я сам и сделал. Сейчас пока золото я купил по 7290 рублей за грамм, оно упало, сейчас оно стоит сильно дешевле, там, 5200, что ли, вот. Но, тем не менее, я его не продавал, я его еще буду докупать. Ну, а что еще покупать, покупать ли акции и так далее. Смотрите, сейчас многие аналитики выступают и говорят, ничего страшного, мы все, так сказать, переможем и так далее. И приводят в пример рынок Ирана фондовый, и Иран тоже под санкциями находится, и фондовый рынок Ирана за время санкций вырос там в 70 раз, насколько я помню. Вот, но что я могу сказать, во-первых, почему он вырос, потому что, во-первых, это инфляция, во-первых, это инфляция, во-вторых, ну да, он действительно вырос, и поэтому я вполне себе рекомендую вам вкладывать в акции. И когда это надо делать, ну, боюсь, что уже надо делать сейчас, и поэтому, в общем сказать, мне кажется, что вкладывать в акции российских компаний, это хорошая идея. Вот, что я вам скажу. Вкладывать в акции российских компаний, это хорошая идея, потому что они будут расти. Почему они будут расти? Ну, потому что инфляция, потому что по финансовым показателям российские компании, в принципе, совсем-совсем неплохие. Трудности эти все, ну, рано или поздно, они уйдут, свифт нам откроют все-таки, вот, и, ну, а если, так сказать, совсем все хорошо будет, то, когда иностранные инвесторы начнут возвращаться в Россию, боюсь, что это произойдет не очень быстро, конечно, но, так сказать, вот в тот момент будет наблюдаться просто бешеный рост, и вы совсем-совсем не пожалеете, что купите акции вот прямо сейчас. Вот, таким образом, я свои акции не продавал, ни российские, ни иностранные, российские не продавал, потому что не собираюсь, а иностранные я не покупал, потому что это, теперь, не продавал, потому что это, в принципе, невозможно, вот, ну, и как бы, ну, а что их продавать? Так, доходы у меня идут, я уже в предыдущем видео рассказывал, что, в принципе, у меня положение не такое уж и плохое, я ищу новые источники доходов, и, ну, вы знаете, что на Ютубе отменена монетизация для России, но для всего мира она не отменена, и вот мне идея недавно подали, что, Юра, можно создать свой канал, новый, который будет на весь мир вещать, и там будет монетизация идти, и так далее. Пока ее нельзя реализовать, то есть нельзя ее снять с Ютуба, но когда-то это будет возможно. Друзья, мы живем в эпоху, когда очень будут резкие перемены в нашей стране, в России, и я решил создать канал для тех, кто живет не в России, где-то далеко, для русскоговорящих, и не только, о том, как живут люди в России, будут хроники российской жизни, буквально исторические кадры, поэтому подпишитесь на мой новый канал, и жду вас на нем. Будет много интересного, я буду рассказывать о тех ценах, которые сейчас есть, и которые, наверное, уже никогда не вернутся, о том, как одеваются люди, просто, так сказать, прогулки по странам, по городам, по улицам, по магазинам, на каких машинах ездят, как люди одеваются, и прочее, прочее. Исходя из этого, вы сможете сделать какие-то выводы. Если удастся на какие-то исторические, какие-то важные места попасть, события, где происходят, ну, я тоже постараюсь там быть, поэтому подпишитесь на мой новый канал. Если кто-то говорит, что YouTube заблокирует по России, ну и что? Есть VPN, во-первых, а во-вторых, ну, я, в общем-то сказать, не сильно привязан, вообще говоря, географически к России. Вот, поэтому я могу, я могу, в принципе, работать из любой страны, из любой точки мира с таким же успехом. Ну, как только это все заработает на самом деле, поэтому ищите свои источники дохода, ну, а о том, как я их нахожу, я буду рассказывать вам на своем канале, поэтому подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и до встречи. С вами был Деменков Игорь.